На маме погоня, ты будешь стрелять, продавать патроны, все постоянно говорят, что счастье любит тишину. Поэтому я молодчина, я умница просто. Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Я начинаю новый влог, хотя сегодня ничего интересного произойти не должно, особо каких-то грандиозных планов на сегодняшний день нету, но просто видео выходят уже очень редко, я понимаю, что люди недовольны этим, поэтому я сниму свой обычный, обыденный день. Сегодня я встала полодинства, и кстати, вот я часто смотрю мотивирующие какие-то ролики, и все успешные люди говорят о том, что надо вставать рано, я с ними по идее согласна, но почему-то конкретно в моем случае, когда я встаю рано, я знаете, такая вялая, целый час вот чищу зубы, какая-то, знаете, не знаю, постоянно хочу спать, а вот когда я встаю поздно, у меня как-то продуктивно все проходит, я как-то виню себя, что я долго спала, и как-то двигаюсь резче, и успеваю гораздо больше. Если у вас так же, то обязательно пишите, потому что мама меня постоянно ругает, говорит, ложись в 11, вставай в 7, делай свои дела, зачем сидеть, не знаю, до 3 часов рисовать эти бумажные сюрпризы, но сказать честно, я больше успеваю как раз-таки тогда, когда я сижу ночью, рисую, а потом поздно встаю, и так быстренько-быстренько все свои дела делаю. Вот сейчас время 12, я уже сняла для вас мукбанг, он сейчас рендерится, я уже начала снимать для вас и влог. Что же надеть? Я хочу сначала съездить в спортзал, потом поехать, наверное, в Браво, подумать, что же интересненького можно прикупить для мукбанга, а затем еще у меня есть пару дел, и все это я хочу сделать на своей тачке, без никого. Буду пробовать парковаться сама в разных местах, посмотрим, насколько это у меня получится. Еще, кстати, хочу похвалить себя, уже целый месяц прошел, даже больше, и я не сделала еще ни одного заказа шейн, скажу вам больше, мне даже не хочется уже делать заказы там, я уже не залипаю абсолютно, и ношу то, что у меня есть. Хотела именно надеть что-то максимально удобное, комфортное, поэтому предпочла джинсы и вот этот вот свитер, который идет вместе с комплектом юбочкой. Мне в этом будет очень удобно, и вообще в моем гардеробе очень много вещей. Мне кажется, в ближайший год мне не надо покупать не то, что шейн, а вообще ничего не надо покупать, и просто донашивать то, что есть. Я вам уже рассказывала о том, что как только мне что-то нравится, это сразу снимают с производства, и вот этот линер тоже не стал исключением. Как только я начала его обожать, так все ни в одном магазине его найти невозможно, поэтому я, наверное, поеду в другие части города и объеду все магазины с канцелярии, потому что для бумажных сюрпризов мне очень нужен этот линер. Если вы живете в Баку и знаете, где его можно купить, пишите в комментариях. Вчера весь вечер делала новую коллекцию, такие пакетики снимала для вас в шотс. Такая вот коллекция будет в ближайшее время на моем бумажном канале. Осталось совсем чуть-чуть, где-то, наверное, завтра или послезавтра будет уже видео. Я собрала свою сумочку. Кстати, в последнее время перестала купаться в зале, потому что чуть не заболела. Ладно, приезжаю домой и уже купаюсь дома, чтобы не заболеть. Распылила свои косички, сделала хвостик. Мне все-таки больше нравится с хвостиком быть в зале. Хотя, когда я смотрю мотивирующие ролики, девушки с распущенными волосами занимаются спортом, это, конечно, выглядит гораздо красивее, чем просто хвостик. Но это непрактично, я не знаю, как вы это делаете. Для меня, когда у меня распущены волосы, я прям не могу. Я себя чувствую безумно дискомфортно. Поэтому стараюсь всегда в зале делать себе вот такой вот высокий хвостик. А обычно еще здесь делаю еще и косичку, чтобы вообще волосы не мешались. Мамина куколка. Смотрите, кого я вижу. Я сама поеду. А почему одна? Я так. Не приехать, чтобы... Давай, помогу тебе приехать. Не-не, я сама. Он всегда рядом со мной паркуется. Это мой братик. Вообще, я желаю, что у всех были... Не поцарапай! Подожди, сейчас, как это открывается? Вообще-то отсюда открывается. Я открыла! Я не знаю, как камеру поставить, чтобы вам меня видно было. Чтобы я поехать могла вот так. Короче, ладно, доеду. Ставлю. Я, естественно, очень фигово припарковалась. Но просто здесь очень много места, очень мало машин. Поэтому даже если бы я просто бросила машину в любом месте, все бы было бы окей. Ну, никак не получается у меня вот задом парковаться. Я не могу регулировать задние колеса. Но здесь, в принципе, это не проблема. Проблема это во дворе, потому что места мало, а здесь места просто дофига. Нет, я все-таки должна вам это показать. Позориться так позориться. Короче, вот так. Я должна была сюда, по этой линии, как вот этот вот припарковался аккуратненько, вот этот аккуратненько припарковался, и такая и я. Ну, ладно, ничего страшного. Зачем я сюда приехала? У многих, наверное, возникнет этот вопрос. Не за продуктами. Я просто думаю, что же интересненького можно прикупить для Мукбанка. Здесь просто очень большой супермаркет. Выбора просто море. И я буду думать. Сегодня хочу еще Мукбанк снять. Поэтому будем думать, что же интересненькое можно купить. Я уже в машинке. Наконец-то выглянуло солнышко. Погода сегодня такая, знаете, своеобразная. То холодно, то жарко. Как только я зашла в Брау, ко мне подошел какой-то паренек и говорит, вы знаете, девушка говорит, у нас запрещена съемка. Я ему говорю, в каком законе написано, что в общественном месте я не имею права себя снимать. И он такой стоит, не знает, что мне сказать. Но, ребят, если вы устраиваете на работу людей, которые будут за этим следить, хотя бы, чтобы они могли аргументировать свою точку зрения, чтобы человек мог хотя бы что-то мне ответить в ответ. В принципе, без проблем. Я могу не здесь снять, а пойти снять какой-то другой супермаркет и показать, что я покупаю. А могу вообще снять на телефон. Вы даже не заметите, что я что-то сняла. В принципе, это как-то тупо, мне кажется. Наверное, людям есть что скрывать. Я вообще в таких ситуациях никогда ни с кем не спорю. Но не снимать так не снимать, не проблема. А мы с вами двигаемся дальше. Идем покупать канцелярию. Здесь мы свои дела закончили. Прикиньте, 6 градусов. А я думаю, что так холодно? 6 градусов. Очень холодно. Сейчас включим музон. Я вроде припарковалась, только я понятия не имею. Мне вообще здесь можно парковаться или нет? Вроде как машины стоят. Но если машины стоят, наверное, можно. Хотя фиг знает. Может и нельзя. Вроде знака никакого нет. Тут просто легкое место, чтобы припарковаться, я думаю. Я думаю оставить здесь. Потому что дальше, я не знаю, там будет место или нет. Смогу ли я там припарковаться или нет. Поэтому пусть будет здесь. Если мою машину заберут. Будем разбираться. Это тоже будет опыт. Так что ок. Помните, 2 месяца назад я снимала для вас влог. Я чуть не купила себе вот эту кофточку. Она стоила 54 моната. А сейчас она на скидке стоит 24. То есть в 2 раза дешевле. Не знаю, почему-то, когда она стоила 54, я прям хотела ее купить. Она мне безумно нравилась. Но сейчас как-то разонравилась. Да и вообще в Нью-Йорке рейды и вообще в других магазинах очень хорошие сейчас скидки. Если вы хотите купить себе зимние вещи, то самое время сейчас воспользоваться этими возможностями. Потому что еще, я думаю, до конца февраля будет холодно. Вещи пригодятся. Ну и наконец-то мы в магазине. Первое, что я увидела, это вот такие интересные наклеечки. Я думаю, для бумажных сюрпризов пригодится кое-где ставить какие-то акценты. Но только не знала, какие именно взять и насколько хорошо они будут клеиться. Тоже было непонятно. Открыть их было нельзя. Проверить тоже. И даже для лица есть такие наклеечки. В принципе, эти тоже можно клеить куда угодно на ваше усмотрение. Мне это все нужно для бумажных сюрпризов. А вообще магазин огромный. Здесь два этажа. Одно такое полуподвальное помещение. И еще второй этаж. И вот, собственно говоря, из-за чего я пришла. Я нашла эти линнеры. Но правда не той марки, которую я хотела. Но зато они стоили в три раза дешевле, чем те, которые я искала. Поэтому я решила взять. Посмотрим, как они будут писать. А вообще, я очень люблю магазины, где большой выбор. Есть абсолютно все. Здесь, например, есть декоративные скотчики. Они с недавних времен сейчас очень популярны. Когда я училась в школе, такого вообще не было. Но порой, когда я оформляю каталог для бумажных сюрпризов, опять же, я использую декоративный скотч именно для оформления каталога. Поэтому думала, может взять какой-то из наборчиков. Но потом решила не брать. Потому что увидела маркер. Я обожаю эти наборы. У меня их так много, где-то 400 штук. И все равно я постоянно их покупаю. Хотя периодически их заправляю и опять использую. Вот. Когда вы часто заправляете маркер, они начинают рисовать немножко светлее. Поэтому надо опять докупать некоторые цвета. Также здесь очень интересные, красивые блокнотики. Их очень много. Просто у меня в моей коллекции уже 9 блокнотов, которые ждут своей очереди. Поэтому я решила не брать. Вы просто посмотрите, что я нашла. Когда ищешь, реально невозможно найти. Но вот чисто случайно можешь найти то, что ты очень долго искала. Я правда не знаю, как это будет выглядеть в кадре. Надеюсь, что сильно отсвечивать не будет. Но это вот такая вот липкая штука. Винил, мне сказали, она называется. Я взяла полтора метра, чтобы на мукбанках не было этого заднего плана, вот этих грязных обоев. Уже который раз что-то покупаю и каждый раз мне не нравится, как это смотрится в кадре. Надеюсь, хотя бы это будет смотреться более-менее презентабельно. Мусор. И вот еще кое-что купила, это дома вам покажу. Кстати, около этого магазина канцелярия было просто куча места, куда можно было припарковаться, а я шла пешком. Но не так далеко на самом деле. Я просто боялась, что там места не будет. Я попаду в панику, лучше уж припарковаться где-то далеко. Мне безумно хочется проверить, как этот винил будет смотреться в кадре, но сейчас у меня по плану спортзал. И только после спорта я поеду домой, и мы уже вместе с вами испробуем, как это все дело смотрится, и возможно, даже заснимем мукбанк. I did it! У меня получилось. Я даже припарковалась, прикиньте. Вообще, мне кажется, мне проще ехать одной. Реально. Когда кто-то рядом что-то говорит, ты не можешь вовремя принять нужное решение. Например, ты на круге, и мне брат говорит, езжай! Пока я поеду, уже поздно. То есть, в эту секунду надо было принимать решение. Поэтому, я молодчина, я умница просто. Возможно, я просто привыкла идеализировать все, что со мной происходит, но мне безумно нравятся люди в Азербайджане, в том плане, что они все очень добрые. Олиминтарно в супермаркете. С такой улыбкой тебе запаковывают твои вещи, как будто ты что-то подарил. Кассиру. Ну вот сейчас зашла в зал, и такая приятная девушка спросила меня имя, фамилия, там записала себе что-то. В принципе, мы в зал заходим по отпечатку пальцев. Не знаю, зачем они записывают, но в любом случае, это было настолько мило. Люблю добрых людей. Вы топ. Сама тоже в свою очередь я стараюсь никогда никому не купить. Единственное, жалко, что здесь нельзя ставить свои вещи, чтобы не таскать каждый раз. Несмотря на то, что раздевалка была полупустая, в зале было очень много девушек. Обычно я в такое время в зал не хожу, я хожу по вечерам. И, кстати, почему-то абонемент по вечерам стоит гораздо дороже, чем в такое время. Скорее всего, это рассчитано на то, что все будут ходить в зал именно вечером. Но у меня проблема, если я вечером поеду в зал, то когда вернусь, я не знаю, куда деть машину. Поэтому иду днем, оплачу, как за вечерние. Идеально! Ну что, тренировка успешна у меня закончилась. Я, если честно, устала. Но это хорошо, конечно. Я прям чувствовала, как работают мои мышцы, а это самое главное. Оказывается, хорошее тело, хорошая подтянутая фигура. Это очень много времени, сил, нервов. Поэтому все не настолько легко и просто, как нам кажется со стороны. Вот мы видим тренеров с идеальными, например, пропорциями и думаем, что здесь, в принципе, такого, если я захочу, я там, не знаю, за месяц добьюсь этого. На самом деле, все гораздо сложнее, чем это кажется со стороны. Кстати, водичка у меня как была, так и осталась. Я вообще в процессе тренировки стараюсь пить как можно меньше воды, потому что, если я буду пить столько, сколько я хочу, меня будет очень жестко тошнить. Поэтому вот сейчас могу себе позволить выпить водичку. А во время тренировки стараюсь этого не делать. Ты вообще не звонишь, не переживаешь, как я доехала. Я в несколько мест поехала. Сериал такой интересный, что ли, я понять не могу. Пора самостоятельно быть. Молодец, умница. Да, и там... Парковаться получилось? Ну, как тебе сказать? Все, наверное, думают, что это за идиотка так оставила машину. Понятно. Ну, а что делать? А что делать? Это такой местный фастфуд. Он как раз у меня по дороге. Я решила здесь кое-что взять и поехать домой снимать макбанг. Вот фигню надо убрать. Как она меня раздражает, что розовенькое повесить. Какую-то пахучку. Девочки, как это пахнет. Это местный фастфуд. И мы настолько привыкли к маку, к KFC и так далее, что даже не пробуем наш местный фастфуд. Он намного дешевле и очень вкусно. Так оперативно мне все приготовили. И мне вроде бы ехать домой, купаться и так далее, но мне хочется прямо здесь, в машине, снять для вас макбанг. Такой чисто бомжатский. Дурачок уже все унюхал. Потому что шумахер, дочекала я пришла. Приехала, шумахер. Ну, ничего сложного, в принципе, нету. Ты даже готова сесть за руль со мной. Да. Моя машина, естественно, готова. Готова. Смотри, что я купила, мать. А это для чего, действительно? Это задний план. Как твои обуви. Ну, вот как раз то, что нужно. Я надеюсь, что эта штука не будет отсвечивать. И самое главное, что это винил и она самоклейка. То есть можно будет прямо к обоям. Я как раз сейчас это попробую приклеить. В магазине канцелярии чисто случайно увидела там разные цвета. Были в основном такие ядреные. Я подумала, что лучше что-то такое приземленное. Поэтому взяла этот цвет. Но я не знаю, будет ли он отсвечивать. Потому что до этого я покупала кольенку. Кстати, куда она делась? Ну, в общем, просто так потраченные были деньги. Надеюсь, что это будет смотреться классно. Я решила не экономить, взять побольше. А вот эту штуку? Да. Давай потихоньку, да, тогда. Он же полупозрачный. Да. Что, получилось как-то не очень, если честно. Вот эти швы очень сильно видны. Прям весь рельеф бросается в глаза. Надеюсь, хотя бы в кадре этого всего видно не будет. Ну, вот это прям явно видно. Ну, здесь уже ничего не сделаешь, мне кажется. Просто сама эта штука, она очень-очень тонкая. И все неровности прям сильно бросаются в глаза. Отсвечивает она еще так. Ну, в общем, посмотрим. Сейчас буду снимать мукбанг. Вы наверняка уже мукбанг видели. И уже можете дать свою оценку. Это тантунь. Я хочу его разрезать, чтобы в кадре выглядело лучше. Как это пахнет! Это просто нечто! Я обожаю этот чесночный соус. Я бы его везде бы плала. Я, конечно, не знаю, как вам, но мне кажется, получилось очень-очень аппетитно. Еще здесь айран. Он как раз в тему с такими вкусняшками. В общем, бегу снимать для вас мукбанг. А если вы его еще не видели, то переходите на мой канал и обязательно смотрите. Я же совсем забыла показать вам мелкие покупочки, которые я совершила в магазине канцелярии. Я взяла 4 вот таких вот линера. На самом деле это не та фирма, которую я обычно покупаю. Я решила взять на пробу. Как только мне нравится какой-то продукт, его обязательно снимают с производства. Но эти стоили в 3 раза дешевле, чем те, которым я пользовалась на постоянной основе. Вот. Поэтому взяла. Посмотрим. Если понравится, съезжу и куплю себе штуки 30. Каждый стоил монат 30. Это очень дешево, потому что предыдущие я покупала за 3 с чем-то. Так что вот такие вот линеры, они разной толщины. Там 8 мм, 6 мм. В общем, много было там разных. Еще хотела взять белую ручку, но ее не было. Еще взяла 3 новых маркера. Маркеров лишних не бывает. Я проверила и взяла. Сначала хотела взять набор, но потом я подумала, у меня очень много цветов есть. Лучше я возьму те цвета, которых у меня нету. Кто видел во влогах, у меня около 300 маркеров. Даже больше. 400. И последнее, что я взяла, это вот такие вот наклейки. Иногда бывает, что рисуешь бумажные сюрпризы. Хочется сделать куда-то акцент. Вот в таких случаях использовать, мне кажется, будет классно. Очень круто переливается. Вот такая вот штука стоила 1 монат 60 копеек. Но это 1 доллар. Я нажралась, и мне так хочется спать. Но мне надо монтировать и влог, и мукбанг. Влог вы увидите завтра, а мукбанг послезавтра. Ну что, я закончила монтаж. Хотела сделать влог на 30 минут. Получилось всего на 20, но ничего, 20 тоже хорошо. Я думаю, что я заслужила лайк от вас. По идее, я могу сейчас продолжить снимать влог, свою вечернюю рутину показать, но мне надо еще рисовать бумажные сюрпризы. Хотя бы сегодня пару часов. Где-то до 12 или до часу ночи посижу, порисую. А вы не забывайте подписываться. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю. Пока.